Доброе утро, дорогие казахстанцы! Вас приветствует программа Клепоян в студии Зарей Синаман. Сегодня по доброй традиции вас ждет яркий и насыщенный выпуск. Кайрат Урынов и его гости расскажут о секретах красоты и выборе индивидуального праздничного наряда для новогоднего торжества. С Кристиной Ковардаковой сегодня будем выбирать спортивные эспандеры для занятий спортом в домашних условиях. И больше узнаем о периодичности тренировок. И, наконец, вас ждет встреча с яркой, харизматичной личностью. Но об этом позднее. На календаре 11 декабря. Давайте вместе вспомним, чем памятна эта дата. В этот день, в 1981 году, в Лондоне, ровно в 12.27 от холода остановились самые знаменитые часы Великобритании – Великий Биг Бен. Вообще, за время своего существования часы, пущенные в ход 21 мая 1859 года, останавливались несколько раз. Например, в августе 1976 года механизм Биг Бена вышел из строя из-за усталости металла. И вернуть его к работе удалось лишь в мае 1977. Также 11 декабря 1987 года на аукционе Кристиес всего за 2500 долларов были проданы трости котелок знаменитого Чарли Чаплина. Стоит отметить, что образ бродяги, который до сих пор считается примером для подражания, гений немого кино придумал самостоятельно. Позже персонаж в широких штанах, больших башмаках, с котелком, на голове и с тросточкой стал своего рода визитной карточкой Чарли Чаплина. Ну а в Аргентине сегодня в день рождения певца и киноактера, знаменитого короля танго Карлоса Гарделя, отмечают Международный день танго. Существует несколько версий происхождения этого танца. Самое распространенное – танго появилось в портовом пригороде Буэнос-Айреса, где на стыке 19-го и 20-го веков встретились и сплелись в одно целое культурные традиции многих стран мира. Ну что ж, кружаясь в ритме аргентинского танго, можно отправиться на кухню и приготовить вкусный и полезный завтрак. С удовольствием передаю слово нашему шеф-повару. Земель, доброе утро! Каким рецептом вы поделитесь сегодня? Зара, доброе утро! Доброе утро, телезрители! Сегодня мы с вами приготовим омлет со шпинатом. Для этого взбиваем два яйца. Добавляем молоко, соль, перец. На разогретой сковородке обжариваем шпинат на сливочном масле. Добавляем молоко, вливаем омлетную массу поверх шпината. Посыпаем тертым сыром. Накрываем крышкой и жарим в течение пяти минут. Омлет по времени наш уже должен быть готов. Отключаем плитку. Оформляем. 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 И готово. Приятного аппетита и удачного дня! Если вы захотите приготовить омлет со шпинатом, то вам потребуется яйца куриные, молоко, шпинат, сыр, масло сливочное и соль, перец по вкусу. Спасибо вам большое, Зинель! Желаю хорошего дня! Дорогие телезрители, если вы не успели записать рецепт, вы с легкостью найдете его в наших выпусках на сайте YouTube. Также подписывайтесь на наши аккаунты в социальных сетях и всегда будьте в курсе новостей и анонсов. Первая тема нашей программы, безусловно, очень интересная и важная. Да, Зара, специально для тебя и для всех наших телезрительниц, я думаю, будет полезно узнать, в чем встречать Новый год. Вот ты сама ответила на этот вопрос уже сама себе? Ты знаешь, Кайрат, но я думаю, что сейчас каждая женщина задумывается о красивом наряде для самого долгожданного праздничного торжества. Специально для того, чтобы решить эту проблему, я пригласил нашего сегодняшнего гостя Тамара Ломанукаева, дизайнер одежды. Доброе утро, Тамара! Доброе утро, доброе утро! Очень рада вас приветствовать! Прекрасно выглядите, Тамара! Спасибо большое! Очевидно, профессия, да, все-таки диктует всегда быть... Ну, иногда приходится просто, даже если не охота, но приходится быть, так сказать, в форме с утра. Как давно существует ваша личная марка одежды? Бренд Тамары Ломанукаева уже существует 7,5 лет. Ни много, иное, ни мало. Тамара, скажите, пожалуйста, а шьете ли вы мужскую одежду? Мужскую одежду мы делали коллекции, делали совместно женскую и половину мужскую, но могу сказать, что я смотрю все-таки на коммерцию, да, то есть мне тяжело, не знаю, может быть, мой какой-то подход к мужской одежде, он не так передается, да, и мне тяжело работать с такой мужской одеждой, но мы уже на протяжении года работаем со спортивной командой по стритворкауту Барбарса, вот, да, для них шьем костюмы. И сейчас как раз мы разработали коллекцию костюмов, которые будут вручаться на открытие зала Барбарс в Астане. Это будут костюмы для меня, великих, великих спортсменов. Ну да, Артем Лобов. Да, среди них Артем Лобов. Вы даже хотели бы передать какой-то костюм в Ирландию. Да, да, в Ирландию для Конора МакГрегора. Это, на самом деле, вы первые, кому я рассказываю. Я думаю, до него этот костюм дойдет точно, потому что Артем Лобов, например, спарринг-портург, хорошо. Да, да, да. Поэтому я думаю, завтра мы увидим фотографии, где МакГрегор, и у него здесь будет Тамара Ломанукаева. Да, Тамара, ну я уверена, что с большой гордостью и большим удовольствием будет носить Конор МакГрегор ваше дизайнерское творение. Ну а сейчас давайте вспомним нашу тему, друзья. Это новогодняя красота и новогодние коллекции от кутюр для тех, кто хочет эксклюзивно, так скажем, встретить новогодний праздник. Давайте пройдем к нашему стеллажу. Тамара, что вы нам сегодня принесли? Угу, очень интересно. Тамара, ну действительно, да, чувствуется, что вот-вот уже скоро Новый год, и, конечно же, хочется встретить его во всеоружии, так скажем, да. Я вижу клетку, я вижу рюши. Расскажите, пожалуйста, о тех моделях, которые вы сегодня принесли. Ну, начнем с того, что на смену красному огненному петуху приходит желтая земляная собака. Соответственно, по цветам, да, то есть она любит желтые оттенки. Также золото. Золото в первую очередь, это потому что Новый год, мы говорим о празднике, то есть всевозможные оттенки даже коричневого, отделка из золота. Главное не переборщить. Вот, брючные костюмы. В этом году очень актуально спокойные фасоны, то есть крой, да, то есть он на смену глубоким вырезам и декольте приходит более спокойный, может быть, длиннее платье. Я вот ожидала, сейчас возьму и хочу продемонстрировать нашим дорогим телезрителям. Тамара, чувствуется очень приятная, комфортная ткань, вы ведь сами выбираете и ткань, и вплоть до ниток, и аксессуаров для своих моделей. Тамара, в моем представлении новогодние наряды, это такие теплые свитеры с различными принтами, Санта-Клаус, может быть. С оленями. Да, оленей, там, снежинки. Вот скажите, в ваших платьях присутствуют, какие новогодние элементы, скажем так, присутствуют? Ну, новогодний элемент, это люрикс, скажем, в этом костюме ткань, да, то есть золото, оно уже как украшение, воротничок. Вы сказали о том, что вот год желтой собаки грядет, 2018, но также остаетесь верной и одному из своих любимых глубоких черных цветов. Расскажите, пожалуйста, почему? Черный цвет, это мой любимый цвет, он всегда актуален, всегда моден, поэтому мне с ним очень легко работать. Мне нравится сочетать черный цвет с разными принтами, да, то есть сейчас актуальные цветочные принты, ни в коем случае не анималистические, потому что собака не потерпит соперников. Вот, поэтому одевая черный цвет, мы всегда будем соответствовать дресс-коду. Да, конечно, цвет и силуэт, да, как говорила легендарная Коко Шанель. А вот что вдохновило вас, Тамара, на создание, вот скажем, вот такой? Ну, для меня в первую очередь это, наверное, все-таки какая-то скромность в этом платье присутствует. Тем не менее, оно яркое за счет кружевного воротничка и элементов на рукавах, но при этом в нем есть скромность. Я это платье сама ношу с удовольствием, у меня есть такое же, это платье из нашей последней коллекции «Весна-лето 2018». Вот, для меня это платье вот прям, ну, очень скромное. Даже если бы у него была бы длина другая, то есть сами вот эти элементы, они женственные и передают какую-то вот, я не знаю, может быть, даже какую-то целомудренность девушке. Замечательно. Друзья, мы продолжим нашу беседу через несколько минут, ну, а пока узнаем, какие новогодние коллекции представили кутерье из разных стран мира. Вот теперь по-настоящему наступили холода и температура за окном рекомендует нам одеваться не покрасивее, а потеплее. Западная мода на этот зимний сезон подготовила все возможные наряды, однако стоит учитывать, что погода за морями кардинально отличается от климата в нашей стране. Посему яркие пальто, красочные дубленки и шляпы лучше надевать на торжественные мероприятия и по особым случаям. В основном модные наряды на зиму состоят из длинных платьев с блестками в сиреневом колорите. Также в этом сезоне девушкам не придется отказываться от любимых комфортных цельных свитеров до колен и меховой отделкой по краям. Зимняя коллекция от Christian Dior на 2017-2018 годы предполагает юбки в пол, в основном темного или серого оттенков. Одним из наиболее популярных луков стал утепленный черный кожаный костюм. В свою очередь Chanel на демонстрации зимней коллекции сделали акцент на шляпах, внешне напоминающих котелок, но с более прямым козырьком. Что же касается платьев, то здесь вкусы двух ведущих французских домов моды совпадают. У Dior также преобладают наряды темных цветов с длинными юбками в пол. В общем, если вы решитесь этой зимой следовать тенденциям зарубежных модельеров, то выбирайте обувь на невысоком каблуке, водолазки с круглыми принтами и верхнюю одежду с элементами 3D цветов. Главное соблюдать во всем французский шарм, ведь именно он будет преобладать этой зимой. Хотя немаловажно также помнить, что сказал Ивсен Лоран. Самое важное в женской одежде – женщина, которая ее носит. Мы продолжаем разговор о красоте при любой температуре. Да, декабрьские холода не помеха для того, чтобы выглядеть красивыми и нарядными. Заметьте, не я предложила эту тему, а мой замечательный коллега Кайрат Орынов. Точно, Зара, мы подбираем наряды для главного праздника года. И сегодня у нас в гостях Тамара Ломанукаева, дизайнер одежды. И судя по всем вещам, которые вы сегодня принесли, они очень красивые на самом деле. Мне нравится. Тамара, да, позвольте выразить свое восхищение. Действительно, у вас очень такая богатая фантазия. Чувствуется вам еще как художнику, как дизайнеру. Есть что сказать своей публике. Потрясающие просто работы. Мне очень, конечно, нравится то, что вы делаете. А вот говоря о рекомендациях, что бы вы могли посоветовать, скажем, нашим телезрительницам разных возрастных групп? Вот, скажем, девушке от 20 до 30, да? Что они могут, так скажем, продемонстрировать за новогодним столом? Какие коллекции? Ну, самое главное не переборщить. То есть, говоря о золоте, о каких-то, может быть, аксессуарах, да, из золота, это самое важное не переборщить. Пусть это будет минимализм, но при этом какое-то украшение. Пусть это будет просто черное платье и какие-то, может быть, подвески или браслет. То есть, самое важное, почему иногда, у нас иногда девушки или женщины выглядят просто смешно на празднике. То есть, они думают, если это праздник, это должно быть все дорого-богато, все, что есть дома, блестящее, нарядное, все одели на себя. Нет, я считаю, что должна быть какая-то деталь одна очень блестящая и очень нарядная, остальное пусть будет минимум. Поэтому, если одевает девушка черный, она любит очень черный, то есть, пусть она подберет какой-то клач, может быть, из пайета. Но не перегружает. Но не перегружает, да. Вот, скажем, я говорю, а вот такой накидки, да, например? Также, да, вот это платье в нем чувствуется, да, то есть, какой-то спорт и шик. Так, это платье из сетки, с люрексом, да, из кружевого. То есть, внутри мы надеваем такой сарафан? Его, я к тому, что его можно применить по-разному одеть, то есть, главное подача. Здесь спортивные какие-то элементы, да, его можно одеть с лосинами кожаными и топом, да, черным. Также его можно одеть внутри с сарафаном, его можно подать, как и с ботинками. То есть, вариации массы, да? Да, да, поэтому глава фантазия подключиться, так скажем, к творческой энергетике Тамары Ламонукаевой. Замечательно. И говоря о следующем. Тамара, а вот мой любимый меркантильный вопрос, вот, касательно ценника. Сколько стоят ваши платья, вот, девушки, за сколько могут приобрести его в вашу коллекцию? Это мое любимое платье, на самом деле, мне его даже жалко продавать за 50 тысяч тенге. То есть, у меня цены, на мой взгляд, они очень доступные. Мы стараемся держать цены, несмотря на то, что, да, у нас производство свое только по шитью, да, все остальное мы и покупаем, ездим за рубеж, то есть, поэтому мы стараемся делать цены доступные. Очень хорошие ткани, мне хочется еще раз отметить, очень хорошее качество, конечно же, Тамара. Ну, и, безусловно, это труд, это все сшито вручную, это действительно дизайнерское платье от нашего известного казахстанского кутерета. Не обязательно нужно иметь очень много денег, чтобы выглядеть хорошо. На сегодняшний день есть множество салонов, даже начиная от казахстанских дизайнеров, есть масс-маркета, где можно одеться по своему вкусу, где тебе подберут. Также есть стилисты, если есть проблемы, то лучше обратиться к стилистам. В городах Казахстана есть представленные бутики Тамары Ломанукаева? Наш бутик нет только в Алма-Ате, также мы представлены по Казахстану, в городах, в шоу-румах, где продают именно дизайнерскую одежду. Тамара, огромное вам спасибо за то, что вы сегодня были с нами, продемонстрировали вот такую вот яркую палитру вашей творческой фантазии, вашего удивительного, волшебного мира. Сегодня у нас в гостях была дизайнер одежды Тамара Ломанукаева. Друзья, оставайтесь с нами, после небольшой рекламной паузы мы вновь увидимся. Друзья, продолжается программа Кулепуян. С огромной радостью я представляю вам нашего гостя. Этот человек не нуждается, по сути, в представлении. Встречайте Алишера Еликбаева. Доброе утро, Алишер. Доброе утро, Азара. Рада вас приветствовать. Спасибо огромное за приглашение. Доброе утро. Несмотря на то, что очень плотный, я знаю, у вас график, день расписан буквально по минутам, да и что там говорить, день, месяцы вперед расписаны, вы сегодня с нами. У вас, на самом деле, действительно очень интересный такой, можно сказать, творческий путь, потому что, будучи еще молодым человеком, вы уже печатались в ведущих печатных изданиях нашей страны. Это и газеты «Караван», и «Вечерняя Алмата», и «Экспресс-Ка». Я думаю, что мы с вами ровесники, потому что меня на тот момент удивляло, как такой молодой человек, мой ровесник, уже печатается в таких изданиях и настолько популярен. Вот сейчас, по протяжении времени, вы могли бы сказать, может быть, спасибо, вспомнить вот этот период, каким людям вы, может быть, обязаны за какую-то, может быть, ментальную такую поддержку, моральную? О, безусловно, безусловно. Таких людей очень много, огромной аудитории, там, ваших телезрителей вряд ли скажут именно что-либо, но принципиально для меня проставить эти галочки. Люди, которые формировали меня как личность именно Алматы, наверное, и именно на телевидении, и на журналистике, и в газетах. То есть, в первую очередь, наверное, это Вадим Борейко, мой первый начальник, который работал вот в этом здании, Исаак Яковлевич Дворкин. А вот потом, наверное, идут Татьяна Дельцова, Гульнара Башкенова, да, то есть, те люди, которые сформировали меня как люди, как человека, да, то есть, которые не позволяли мне придать интересы профессии, да, быть всегда честным с аудиторией. Безусловно, там, на радиостанции это Татьяна Рау, которая в 16 лет меня поверила и выпустила в эфир, да. Европа плюс, да, я помню. Да, на Европе плюс, вот. Вот, наверное, Игорь Шахнович очень многое сделал для меня, да, там, поэтому, вот, наверное, в становлении эти люди сыграли очень-очень большую роль, за что им огромное-огромное спасибо. Ну, вы действительно назвали такую целую плеяду, можно сказать, ведущих социалистов, да, в нашей стране, конечно, очень приятно, что у вас есть такой опыт общения с ними и работы с ними, но, конечно, хочется вернуться к вашему отчему дому, к вашим родителям, да, потому что вы выросли в педагогической семье, ваш отец педагог, и вы всегда вот были настолько увлечены учебой или все-таки вот такая вот интеллигентная среда, в которой вы воспитывались, она вас подталкивала обретать новые знания. Я просто знаю, что у вас несколько высших образований, постоянно самосовершенств. Все это случайное стечение обстоятельств, я никогда не любил учиться, мне никогда это не нравилось, я был абсолютно такой хулиган, имеется в виду, что там я в драке не лез, но я и не любил учиться, да, то есть я любил больше гулять и все остальное. Просто я в детстве очень много болел и много времени приходилось из-за этого проводить дома, вот, и, наверное, там, как бы у родителей была достаточно богатая библиотека, и я прочитал ее практически всю, вот, и я думаю, что это там наложило свой отпечаток, вот, именно на то, чтобы я не много времени проводил там на улице, а именно больше времени проводил дома с книгами в ауле. Вот, и меня всегда удивляло, я до сих пор путешествую, в прошлом году приехал в деревню и жил, остановился там у ребят в Восточно-Казахстанской области, в заповеднике, там огромный, богатый дом, хороший очень. В доме не было ни одной книги, и это было так тяжело, потому что сотовые сети не ловили, телефона не было, вот, и я думал, ну, ничего страшного, сейчас перебьюсь книгами. И книг нет. Нет книг. Для меня это было очень удивительно, да. Это был, наверное, такой стресс достаточно ощутимый, да, для человека, который привык читать. И ты начинаешь просто, ну, замечать другие вещи, ты начинаешь замечать, какие вкусные грибы, да, там, какая классная баня, сколько они затопили, да, то есть, как классно там вообще находиться, какой свежий воздух, вот. Но именно вечером начинается острый дефицит того, что тебе нужно что-то потереть, да, то есть, обычно это дома, это смартфон, да, планшет, как бы в детстве книги, а здесь ничего нет. Друзья, оставайтесь с нами, буквально через мгновение мы продолжим, ну, а сейчас наши замечательные корреспонденты подготовили подборку новых книг, которые будут представлены в ближайшее время на полках книжных магазинов. Если лучший подарок – это книга, то произведение Джоанны Роулинг – мечта любого. В ближайшее время одна из самых титулованных писательниц современности планирует выпустить четвертый роман о лондонском частном детективе Кармаране Страйке. Книга в переводе называется «Смертельная белизна». Как поведала сама писательница, будущий роман не обладает кардинальными отличиями от других подобных произведений. Он старомоден в деталях, но современен в контексте. Также Джоанн отметила, что в произведении будет сбалансированная последовательность событий без резких переходов. В 2013 году Роулинг начала серию книг о детективе Страйке под псевдонимом Роберт Гэлбрейт. В свет вышли уже три книги – «Зов кукушки», «Шилкопряд» и «На службе зла». Кстати, видимо, Джоанна Роулинг не на шутку овладела вдохновением, и она готовит еще один сюрприз для своих читателей. Представит его писательница в конце 2018 года. Первая часть фильма «Фантастические твари и места их обитания» вышла на экраны в ноябре прошлого года, а после премьеры был опубликован в книжном варианте оригинальный сценарий фильма. 15 ноября 2018 года состоится премьера второй части картины, так что выход очередного книжного сценария – отличная возможность пополнить свою коллекцию произведений о мире магии и волшебства. 8 февраля 2018 года будет издана последняя книга о приключениях Эраста Фандорина. Примечательно, что 20 лет назад, именно 8 февраля, вышло в свет первое произведение об этом герое Азазель. О чем будет идти речь в последнем историческом детективе, автор держит в тайне. Серия «Приключения Эраста Фандорина» насчитывает 15 томов. В одном из них экспериментальная пьеса «Инь и Ян», а по трем книгам сняты фильмы «Азазель», «Турецкий гамбит» и «Статский советник». Энна Райс прославилась благодаря серии книг «Вампирские хроники». Ее любят не только читатели, но и режиссеры, которые уже экранизировали три романа. В 1994 году вышел фильм «Интервью с вампиром», а в 2002 году появилась экранизация сразу двух книг, и лента получила название «Королева проклятых». Всего в серии насчитывается 13 произведений. Последнее вышло в 2016 году «Принц Леттат» и «Королевство Атлантиды». Книга доступна в оригинале, и многие поклонники уже успели оценить этот роман. Ну а в 2018-м произведение должно выйти на русском языке. Друзья, мы продолжаем беседу с ведущим пиар-специалистом Республики Казахстана Алишером Еликбаевым. Алишер, я знаю, что вы сейчас очень активно проводите тренинги, практикумы, не только со студентами ведущих университетов нашей страны, но и с топ-менеджерами. Вот скажите, какие наиболее часто задают вам вопросы на встречах, да? Что сейчас интересует, скажем, современную молодежь? Там есть два подразделения, то есть это встречи со студентами, то есть они у меня достаточно регулярные, и я стараюсь там не пропускать этих встреч, потому что постараюсь быть на волне и понимать, что им сейчас интересно, что они смотрят, что чувствуют и какие тенденции они нам предвещают. А вы от них тоже, да? Безусловно, они думают, что это я с ними встречаюсь, а на самом деле они мне интереснее гораздо. Это хороший обмен, действительно. То есть это на том, на чем я не зарабатываю, то есть это бесплатные встречи, они там достаточно частые, раз в месяц я стараюсь в один университет как минимум выезжать. Что касается встреч с топ-менеджерами, чиновниками, то последние 5-7 лет это все равно социальные сети. То есть им интересно, как там жить, как там себя позиционировать, как туда заходить, что там делать. Как бы это, да, это мой такой заработок дополнительный, который у меня есть. Да, действительно, я иногда, сейчас в меньшей степени я считаю топом, министром, потому что вроде как уже все разобрались, как в социальных сетях себя вести. Но для сотрудников, для новых сотрудников, которые они набирают, я все равно летаю, читаю. Замечательно. Ну, у вас такой выдающийся рост, я бы сказала, когда вы вошли в нашу студию. Я просто была поражена вот в вашей осанке 2 метра, 2 сантиметра. 2 метра, 2 сантиметра, да. Удивительно. Я думаю, что вас действительно можно увидеть и услышать из любой точки аудитории. Мне очень интересно, как вы готовитесь к своим спичам? Есть ли у вас какие-то свои личные секреты? Потому что вот у каждого спикера, у каждого выдающегося человека, чьи книги мы сейчас можем читать, вот скажем, даже Ричард Брэнсон, у него есть свои секреты? Какие секреты у Алишера и Липаева? Особых секретов нет. То есть у меня поставленный голос, я занимался им достаточно профессионально. И потом еще какая штука, прежде чем встретиться с кем-либо и начать там вещать, у меня фактически все тренинги готовятся под клиента. То есть я заранее к ним приезжаю, записываю, что, о чем они хотели бы поговорить, на какие кейсы лучше обратить на внимание, какие проблемы есть в их отрасли. Поэтому у меня нет готовых тренингов, к примеру, которыми я там просто езжу по городам и их читаю. Все создается под клиента. Все создается индивидуально. Да, то есть поэтому чаще всего, ну, как бы я поэтому и интересен, наверное. Я ведь один из самых таких дорогих тренеров, которые есть на рынке. То есть дороже только, наверное, те, кто приезжает из-за границы. Вот, поэтому для меня эта работа, она такая, вот, ну, то есть на этот месяц у меня запролонировано три тренинга, на январь уже два купленных. Да, то есть поэтому, ну, как бы я там двигаю поездки под них, вот, организовываю так, чтобы я был свободен в эти даты. Ну, мне всегда очень приятно отмечать вот восторженные отзывы о вас в социальных сетях, потому что действительно удивительная жизнь, удивительная карьера, и даже одно время вы были самым высокооплачиваемым безработным, да? Я сам себе придумал эту кличку, да. Да, такой период. Расскажите о нем, пожалуйста. В определенный момент я устал от корпоративного мира и решил, что попробую-ка я жить с той жизнью, в которой живут обычно люди известные, селебрити, там, путешествовать за чужой счет, там, как бы зарабатывать за счет рекламы. Мне очень понравилось. Два года были, пролетели как что-то незаметное. Мы открыли для себя кучу новых стран с супругой, да? Моя доча попутешествовала очень хорошо по миру, вот, посмотрели, там, как бы, странно, наверное, 10 за этот период, да? Я посетил те места, которые мне раньше нравились, успел посетить, и не было никаких обязательств, мне не нужно было возвращаться на работу, у меня никто, там, с HR отдела не звонил, и куда ты пропал, да? То есть не нужно было отчитываться по командировкам. То есть это был очень крутой период жизни. Они считают, что жизнь – это мечта просто. Да, у меня есть один тренинг, вот, кстати, который я читаю, он называется «Как зарабатывать на путешествиях», да? То есть одно дело, когда ты сам плачешь за путешествие и путешествуешь, это одно. Другое дело, когда ты в рамках пресс-туров, блок-туров ездишь бесплатно куда-либо, да? То есть ты не несешь никаких затрат, но при этом и не зарабатываешь, то есть тебе нужно все равно вернуться в Казахстан. Ты просто кайфуешь от жизни, которая вокруг. А здесь, как бы, наоборот, я говорю, что ты можешь путешествовать, заниматься чем тебе нравится, и еще компании тебе будут платить, чтобы ты в поездках пользовался их продукцией. Отлично. Ну, а если кратко, да, об этом тренинге, вот что нужно делать, чтобы достичь такого успеха, и вот как правильно подготовиться к такому, можно сказать, дауншифтинг? Для этого нужно 15 лет работать, не поднимая головы, обрасти достаточно хорошими связями, контактами, не подводить этих людей по работе, и чтобы они понимали, что если ты даже в поездке берешься за них, то они точно в накладе не останутся, что о их продукте узнают. Отлично. Алишер, спасибо огромное. Хочется пожелать вам крепкого здоровья, конечно, терпения, вашей нелегкой, но безумно интересной сфере деятельности, и всех благ вашей семье, вашей супруге, вашим замечательным детям. Спасибо. Друзья, напоминаю, что сегодня у нас в гостях был ведущий пиар-специалист Республики Казахстан Алишер Еликбаев. Продолжается программа «Кулепуян». Дорогие друзья, ко мне уже спешит. Кристина Ковардакова и наша следующая очаровательная гостья. Доброе утро. Доброе утро. Сегодня мы поговорим об очень интересной, очень актуальной спортивной теме – выборы тренажеров для домашних условий. Зара, доброе утро. Да, действительно, сегодня мы поговорим об очень интересном тренажере. Вот он у нас с собой. И я хочу познакомить тебя, Зарой, наших телезрителей с нашей замечательной гостьей. Это Наталья Лобзова, врач спортивной медицины. Очень приятно, Наталья. То есть вы, получается, так профессионально подходите к рекомендациям, к спортивным упражнениям. То есть вы не просто фитнес-инструктор. Вы человек, который гораздо глубже знает потребности и проблемы человека. Вот говоря, вот скажем, о таком тренажере, да? Что это такое? На первый взгляд, обычная резиновая лента, да? Не сложно назвать это тренажером. На самом деле это резиновая лента, которая создана для выполнения специальных упражнений практически на любую группу мышц нашего тела, которые позволят нам восстановить движение, если оно было утрачено, то есть после травм, после операции, например. Либо укрепить мышцы, если это требуется. Но все-таки получается тренажер, потому что, как вы сказали, все группы мышц. Можно не ходить в зал. Никуда. Можно остаться дома. Можно остаться один рулон и на нем, собственно, тренироваться. А какие виды упражнений можно сделать вот с помощью такого резинового эспанда, скажи? На самом деле, ну, практически любые упражнения, которые нам требуются, это упражнения для укрепления мышц шеи, да? Для тех людей, у которых часто болит шея. От слов к делу. Говоря о шее, да? То есть продемонстрируйте нам, пожалуйста, как это правильно работает. Ну, например, у людей в обычной жизни очень часто есть так называемый патологический двигательный патрон, когда голова смещена кпереди, мы наклоняемся, смотрим в телефон очень часто, в компьютер. И из-за этого у нас напрягаются шеи. Вот так вот здесь застой, да, происходит? И человек уже в обычной жизни вот так вот, да? Боже мой, в какое страшное время мы уже живем. Это патология 21 века. Люди поль шеи. Абсолютно верно. Так, как нам может помочь наша резиновая лента? На самом деле движение очень простое. Мы захватываем голову, да, может быть так удобнее будет. И двигаем головой назад через сопротивление резинки. То есть таким образом мы что? Мы качаем мышцы шеи, да? Верно, да. Ну, те самые, которые... Интересное упражнение. Я вообще его правильно выполняю? Для этого нужно, чтобы корпус был ровно, не двигался, двигался только голова. Руки чуть вперед. Чуть вперед. Я думаю, что с этим упражнением еще и нужно помнить, что было бы полезно... Еще дальше? Назад сюда. Ограничить? Вот, да. Смотреть в телефон, то есть, да? Работать в телефон. Я боюсь, что это нереально, да, в нашей жизни. Интересно. А где можно приобрести такой тренажер? На самом деле в профессиональном формате мы приобретаем на специальных сайтах. Их на самом деле очень много, в зависимости от производителей. Они сейчас должны появляться там в ортопедических салонах, и они там, в принципе, могут быть, да. Я не знаю, как в Алма-Ате... Я никогда не видела в продаже, скажем, да? В ортопедическом салоне я никогда не видела. Может быть, просто не обращали внимания, потому что это, ну, небольшая какая-то ленточка, которая обычно лежит на витрине, если вы ее специально не ищете. Ну, возможно. Вот кажется, что это очень такой тоненький материал, но чувствуется, что выдерживает она большие нагрузки, да? То есть... Безлатексная резина, да? Если у кого-то аллергия есть, это важный момент. Она не рвется, да? На самом деле бывают разные степени жесткости. Вот это самое легкое. Бывают еще, ну, в среднем 4-5 степеней жесткости. Есть резина более жесткая, это уже такого спортивного применения. Тоже замкнутый, да? Да. Такое более... Именно для тренировок, конкретно для тренировок. То есть для реабилитации. Сразу упражнения. Резко используем. Да, а какие упражнения мы можем сделать, скажем, вот таким нашим тренажером, да? Я все-таки предпочитаю называть это тренажером, потому что, да, мы можем работать со всеми группами мышц, не выходя из дома и не затрачивая, так скажем, да? Не средств. Средств для оплаты. Не особо такого времени на дорогу. На зал, на тренажерный зал. Самое простое упражнение и достаточно эффективное, когда у человека болит поясница, это очень часто причиной является плохая работа мышц ягодичных. И вот чтобы их активировать, чтобы заставить их работать правильно, нужно выполнять приседания. Но их многие делают неправильно, да? Классический вариант приседания неправильного. Это стопы развели в стороны, колени свалились внутрь, вот так вот приседают люди. То есть колени, они выпадают из плоскости, и упражнение уже теряет эффективность. Верно. А когда мы надеваем резину и говорим человеку, что нужно ставить стопы параллельно, надеваем резину чуть выше коленных суставов. Своего рода стабилизатор получается. Стабилизатор и направляющий. И мы уже делаем приседания более правильные, включаются уже нужные мышцы. Да, и уже неправильно не сделаешь, потому что тебя зафиксировали в правильном положении. Мне определенно нужен такой тренажер для домашних тренировок. А приседания, кстати, хочется отметить, что очень актуальная разминка и вообще занятие для, я думаю, женщин любого возраста, да, и не только женщин. Ой, что-то как-то узковато. Сильно высоко не нужно, чуть выше коленной чашечки, да. Так, а теперь стопы чуть пошире и носочки наружу не разводите. Ну как, чувствуешь? Истратить коленные стороны максимально разводить. Годы не те уже. Так, а поясница должна быть прямой при этом? При этом мышцы живота напряжены. И не должно быть очень сильного прогиба в пояснице. Спина должна быть максимально ровной. Спина ровная должна быть. Я чувствую, что у меня мышцы действительно стабилизируются. И выполнить это как-то неправильно у меня не получается, что очень хорошо. Так, мы уже поговорили о патологии 21 века, когда люди очень много смотрят в планшет, в телефон, да, и у них деформируются мышцы шеи. Боже, как это страшно на самом деле звучит. Так, мы уже поговорили про правильные приседания, да. Какие еще вы можете как специалист, как профессионал рассмотреть вот проблемы, да, актуальные для нашего современного, скажем, человека? Сутулость. Сутулость. У каждого едва ли не первого, кто не контролирует жестко свою осанку. У нас людей с ровной спиной все меньше и меньше. А с чем это связано? Потому что мы как-то меньше занимаемся спортом или больше сидим за компьютером. У нас позвоночник, он работает как единое целое. И если у нас голова ушла вперед, то компенсаторно у нас грудной отдел округляется. И поясница, наоборот, уходит вперед. То есть у нас все идет по динамике, по позвоночнику. Выходит вперед, вот, ну, кифоз, да, заработает, получается? Вот, кифоз, это когда наоборот. Наоборот, вот так, да? А так, наоборот, вот, когда вот так все будет. Да, и ни то, и ни другое не очень приятно. Не хотелось бы. Вот, слушая вас, мне даже захотелось как-то вот прям интуитивно распрямиться. Друзья, между прочим, озвучивая сегодняшние праздники, я осознанно не упомянула один. И он очень символичен для казахстанцев. Зара, хорошо, что ты напомнила, потому что сегодня день гор. Давайте больше узнаем об этом празднике. Решение отмечать Международный день гор было принято в январе 2003 года на 57-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Ведь и правда, горы – красивейшие творения природы. Для кого-то это место отдыха и релаксации, а для кого-то – дом родной. Горы занимают четвертую часть планеты и обладают важнейшими для жизни людей ресурсами. Это вода, полезные ископаемые, энергия. К сожалению, так уж сложилось, что народы, населяющие горную местность, живут довольно бедно. Более того, они постоянно страдают от природных катастроф. Однако, они все искренне любят свои края и не хотят их покидать. И Международный день гор призван привлечь внимание общественности к насущным проблемам. Развитие жизни в горных регионах просто необходимо. Горы также являются заповедником для многих уникальных видов растений и животных и источником воды всех основных рек планеты. Помимо этого, они играют большую роль в общемировом экономическом развитии. Горные экосистемы нуждаются в присутствии человека. Их нужно охранять и поддерживать. Редкие виды животных и растений страдают от незаконной деятельности браконьеров. В праздничный день Генассамблея ООН призывает международное сообщество организовать мероприятия на всех уровнях с целью привлечения внимания и к этим проблемам. Для Казахстана Международный день гор – особый праздник, ведь местность нашей страны изобилует данными природными образованиями. И сегодня в этой связи во многих городах республики пройдут семинары и мероприятия, посвященные этому празднику. Если у вас есть возможность, обязательно посетите их и лучше всего это сделать с семьей. Ведь международный день гор касается каждого из нас. И поздравления с этим торжеством будут не лишними. Берегите природу и еще раз с праздником! Мы продолжаем программу «Кулепоян, друзья». Напоминаю, что сегодня в студии Кристина Ковардакова. И наш замечательный гость – это врач спортивной медицины Насталья Лобзова. Ну а говорим мы сегодня о спортивных тренировках в домашних условиях. Мы уже продемонстрировали наши замечательные ленты. Наталья, вот говоря еще о проблемах, с которыми чаще всего вы сталкиваетесь как специалист, да? Это нарушение работы мышц спины. То есть это сутулости, сколиозы различные. И в этом случае очень важно, чтобы у нас адекватно работали лопатки. Так. Как бы странно. И для этого тоже есть очень простые упражнения, которые можно выполнить, даже сидя в кресле. А можно и попробовать? Да, во время работы. Что нужно сделать? Необходимо руки выставить вперед, резину взять примерно на ширине плеч. Я думаю, что поуже. Так. Свести лопатки вместе. Так. И из этого положения разводить руки в сторону, прямые. Ну это не так просто. Это не так просто. Слушай, ну у тебя потрясающе получается. Ты, наверное, ходила. Здесь просто резина сложена в один слой, а у вас в два. А, я усложняю себе задание, да? Ну ладно, ладно. Хорошо. Свести. А разве она должна вот как-то вот так топорщиться, да? Зарат, ты меня сделала. Нет, вам нужно взять резину на ширине плеч, чтобы она была уже в этот момент вытянута. В один слой, да, будет эффективнее получиться? Ну, условно говоря, из этого положения мы начинаем растягивать. Даша, она не порвется точно? То есть она достаточно эластичная и плотная, да? Да. А есть ли противопоказания по использованию? Так. Я чувствую, кстати, вот сейчас как работают мышцы спины. Действительно, это очень эффективно и действенно. Это очень простое упражнение, но при этом грудной отдел начинается активно работать. То, чего нам не хватает. Наташа, все-таки есть какие-то противопоказания по использованию? Ну, в случае, если это безлатексная резина, то аллергия на латекс не может быть противопоказанием. И по большому счету, если аллергической реакции на материал ленты отсутствует, то противопоказания нет. Главное применять только под назначением. Безусловно. Я думаю, что единственное, что может остановить вот подобных легких и доступных упражнений в домашних условиях, это самая обычная лень. Зара, вот ты каблуки часто носишь. Мне кажется, есть упражнения, да? Нет, на самом деле, да, я стараюсь не носить часто каблуки, но есть, я знаю, наши телезрительницы, конечно, которые и в офисах, да, у них дресс-код. Ну, то есть, постоянное ношение высокого каблука, да. И, конечно же, это сказывается на стопе. Вот какие упражнения вы порекомендовали бы, скажем? Можно укреплять стопу. Резину закрепляем на подошве, стопу ставим на пятку и разгибаем ее. Это голеностоп тренируем, получается? Тренируем мобильность голеностопного сустава, укрепляем мышцы задней поверхности голени, ахиллова сухожилия, то, что у нас нагружается. А в данном случае оно работает. Когда мы ходим на каблуках, оно у нас постоянно в напряженном состоянии и не расслабляется. Так мы учим его расслабляться. Плюс, если мы закрепим резину за что-то, допустим, если я подержу резину, за носочком зацеплю, вы ставьте на пятку. Мне получается вот так вот поставить? Ух ты! Что-то интересное. Подальше, ножку вперед. Я буду здесь придерживать, а вам нужно носочек на себя тянуть. На себя. Ох, ну это уже серьезная нагрузка, да? Это идет нагрузка на переднюю большеберцовую мышцу. Серьезное ображение. И вот как раз, когда у нас, опять же, каблук высокий постоянно, то эта мышца практически не работает. Здесь мы включаем ее в работу, и у нас получается баланс между мышцами передней поверхности голени, и задней поверхности. Как все-таки замечательно, да, вот когда у тебя есть вот такая ленточка дома, да, и ты просто смотришь любимый фильм, любимый телесериал, да, и просто занимаешься спортом в то же время. Да, 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 так незаметно для своих окружающих. Интересно, а вот калорий, могу отжигать? Безусловно, как любая физическая активность. Наташа, вот все-таки ваши рекомендации как профессионала, ваши личные предпочтения, вот как вы строите свой день, как начинается ваше утро, и любимые упражнения, которые вы делаете сами с собой? Я, начиная утро, с банальной разминки, это просто вращение в суставах, просто движение без всяких кипящей. Ой, как это приятно. Это очень приятно, и совершенно не тяжело. И, если говорить про любимые упражнения, это приседания. Почему? Потому что они снимают нагрузку с поясницы, со спины, укрепляют ноги, укрепляют ягодицы. Это то, что позволяет мне, допустим, заниматься теми видами спорта, которые мне интересны. И оно простое, не требует каких-то дополнительных приспособлений, можно делать где угодно, когда угодно. А учитывая, что мы очень много сидим, в принципе, в нашей жизни ягодичные мышцы работают плохо, они всегда в растянутом положении, когда мы сидим. То приседания необходимы, по идее, каждому человеку. Да, я с вами полностью согласна. И ходьба по лестнице на Мидео. Конечно. Да, лестница на Мидео – это одна из самых любимых, конечно. Наташа, большое вам спасибо за эту встречу, за то, что поделились своим опытом, знаниями, конечно же, вот показали нашим телезрителям, как все-таки нужно не лениться и ежедневно... Тренироваться. ...в домашних условиях поддерживать себя в хорошей форме. А я напоминаю, что у нас в гостях была врач спортивной медицины Наталья Лобзова. Время в компании нашей программы летит незаметно, но пришла пора прощаться. Желаем вам успешного дня и, конечно же, хорошего настроения. Увидимся на телеканале Алматы. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова